Вот что На примере одного из продуктов Это будут порошки Наиболее часто используемый материал Наиболее универсальный Полмиллилитра Это маленький объем Здесь можно посмотреть его фотографии Есть подробное описание, что это такое Можете скачать химический состав Минерализованного губчатого порошка Он установлен с помощью масс-спектрометрического А я расскажу коротко О технологии получения материала Материал проходит 7 степеней очистки Первая Это, конечно же, механическая очистка Чем Леопласт отличается по своему Способу получения Принципиально от всех других материалов Так это тем, что При его получении используются Только физические факторы Для очистки Мы не используем температурные факторы Мы не используем химию Для выбеливания материала химического Мы используем под вакуумом Так называемый глубинный ультразвук Ультразвук сам по себе Это разрушающий фактор Но при невысоких частотах От 26 до 40 кГц Он частично вымывает структуры А в нашем случае он полностью удаляет Все следы жира, белка и нуклеиновых кислот Ну и, соответственно, клеток Поэтому, по сути, после этой обработки У нас остается только Межклеточное вещество Которое и так является мертвым Всю жизнь существования костной ткани Даже в живом состоянии То есть, межклеточное вещество Оно всегда мертвое Поэтому материал не содержит Ни ДНК, ни клеток И является абсолютно индифферентным Для организма человека В плане какой-то антигенности Следующий этап Это леофилизация материала Мы удаляем всю связанную И свободную влагу И за счет этого Материал получает небольшую усадку На что это влияет? Это влияет на то, что Между пучками коллагеновых волокон В межклеточном веществе У нас образуется Капиллярный эффект Или разрежение У нас образуется отрицательное давление За счет того, что Вся связанная влага улетает И материал всасывает Свободную первую жидкую фазу В которую мы его поместим То есть, мы можем насыщать По сути материал Растворами антибиотиков Процесс-то длится В течение 2,5-3 минут Активная адсорбция материала То есть, всасывание жидкой фазы Твердой фазой Поэтому лучше, чтобы Жидкость, в которую вы погрузили Материал при гидротации Это была Либо кровь капиллярная Либо кровь венозная Потому что капиллярная кровь На 90% состоит из венозной Она просто имеет Немножко другой альбуминовый состав И легче по плотности Имеет больше кислорода И третий вариант Это плазма, обогащенная тромбоцитами На сегодня я тоже рекомендую Потому что это очень хороший способ Вызвать первичную точечную стимуляцию Притока клеточных и гуморальных факторов Как раз в область хирургической операции Есть вот такие снимки Это окрашено Видно плохо? В каталоге будет видно хорошо Я тогда это сейчас проеду Всем донорам материала В обязательном порядке После забора проводится Подробный анализ Это мы делаем антигены На гепатит B Это антитела на гепатит C Антитела к ВИЧ И проводится Также иммуноферментный анализ К бледной спирохете Поэтому все основные Возбудительные мы проверяем Поверхности, структура материала Это растровые фотографии Губчатого костного материала Можете также посмотреть Это все на сайте Это полный точный химический состав Минерализованные губки Мы ориентируемся на содержание кальция Вот здесь Вот он кальций 9,97 по массе Это схема деминерализации Также вы ее найдете на сайте Это анализы и свойства материала Нами был проведен ряд исследований Такое же лирическое отступление Наконец Мы провели исследование материала В космических средах И оказалось, что он является Очень хорошим носителем клеток Поэтому на сегодня Ведется такая разработка направления Как использование материала плеопласт Как носителя клеточных структур Которые также могут влиять На различные процессы Репарации и регенерации Ну и теперь по поводу Замещения костью Это уже последние слайды Поскольку производство материалов Налажено на базе банка тканей Входящего в структуру Самарского государственного Медицинского университета На сегодня это Приволжский медико-фармацевтический кластер И банк тканей в принципе Как отделение консервации Было сформировано При университете Мы вплотную работаем С гистологами и морфологами И имеем возможность наблюдать И подтверждать клинический результат Различного рода исследованиями В том числе морфологическими Морфометрическими Гистохимическими и прочими Вот здесь на данном снимке Мы видим фронт Достаточно плотный Комбиального слоя надкосницы Вот у нас он расширился И утолщился в нижней части Середины фотографии И идет активный процесс Образования новых Клеток предкости Здесь на снимке Видно плотное образование Сосудов И идет уже частичное Образование гаверсовых систем Или остеонов То есть это уже Финальная стадия Образования костных камней Вот эти вот крупные Отверстия Это как раз Кровеносные сосуды Здесь также мы видим В нижней части На поверхности Остеобласты Достаточно плотным слоем Которые образуются на поверхности Уже существующей кости Вот это очень интересный снимок Фиолетового Или вот такого цвета яркого Это структура материала губчатого И мы видим Как вот в этой зоне В верхней части справа Остеокласт расположен В нише хаушипа Или в лакунах резоркции И видно прям четко Щеточная каемка И зона лизиса Которая обеспечивает остеокласт Растворяя материал А рядом располагается И вот друг остеокласт Чуть ниже И вот еще важный снимок Который я обращу ваше внимание Вот эта вот балка Вот такая вот Надеюсь, что мышку видно Это также структура материала Вот в самом низу Мы тоже видим Севший остеокласт И вот еще группа остеокластов Которые лизируют материал Подтверждение Какого-то биологического сродства В средней части фотографии Мы уже видим Частично образовавшуюся кость Молодую кость И достаточно плотные Окружающие ее Два валика Пролиферирующих клеток Посмотрим, что у нас там происходит Наверное, на этом Я остановлю свое повествование Вопросы сейчас я посмотрю коротко Да, наверное Микс, аутограф Какой процент? Сколько? Если вы позволите Вот по поводу микса С аутографом Какой процент? Есть конкретные Точные формулы Смешивания материала Я об этом расскажу Все подробно Когда мы будем говорить Об областях клинического использования По большой таблице Сколько есть Сколько замешано Это я все скажу В каких случаях Используется доминерализованную в кость В каких обогащенную Значит, минерализованная кость Это базовый материал Она используется во всех случаях При любых видах костной пластики Надо понимать вот что У нас есть губчатая и компактная кость Губчатая кость Она имеет более мелкий размер частиц И если В общем Давайте я это оставлю на следующую часть Значит, мы используем губчатую кость Минерализованную Как базовый материал Во всех случаях Доминерализованная кость Самостоятельно используется Только для включенных дефектов Либо как стимулятор И индуктор остеогенеза В составе костных миксов При минусе Если не закрыть латеральное окно Убывало, что графт выпадал За счет давления Нет Вот такого я, честно говоря, не встречал Я знаю, что бывает Когда сшивают Лоскут вот этот в край Бывает туда внутрь Просачивается эпители Ну или бывает Если недостаточно плотно Уложен материал То возникает его миграция Внутри пазухи Обычный ЭДТА Да, есть специально Выпускаемый гель ЭДТА По-моему, он 10% В стоматологическом магазине Можете посмотреть Расщепление для питания ТМО Расщепление ТМО Расщепление лоскута А, нет, вот в чем дело Да, поскольку мы проводим Увеличение объема Дисны То часть надкосницы У нас остается На принимающем ложе И мы фиксируем По сути, твердую мозговую оболочку В Слое Мягкой ткани Поэтому нам не надо Класть ее под надкосницу Поэтому мы и проводим Расщепление Через сколько поступит заказ Нижний Новгород? Можно на вопрос Ответить во вкладке Вопрос После того, как закончатся таблицы Да Кому вы заказывали Интериал Так Что-то такое Здравствуйте Можно ли прислать запись Вебинара на почту Спрашиваю Принт Леопластич Нашего земли Так Ну, это вопрос уже не ко мне Относится, да По клинической части Наверное, все Я благодарю вас, коллеги За время и внимание Которое Вы уделили сегодняшней презентации И мне Всем отличного дня И настроения Успехов И до новых встреч Надеюсь, следующие наши встречи Будут такие же насыщенными И продуктивными Вы можете общаться С компанией Организующей вебинар По поводу Обращаться Своими вопросами А я постараюсь Может, к следующей встрече Как-то подготовить Более развернутые Ответы на них И подкрепить их Может, какими-то материалами Или исследованиями Или какими-то данными Поэтому благодарю вас Всем отличного дня И до связи Я отключаюсь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok